На прошлой неделе мы полностью прошли Большой каньон по его низу. А на этой неделе идем поверху его правого края. Привет, друзья! С вами Олег и его друг Олег. Как обещали, мы сегодня вам покажем Большой каньон сверху. Часть вторая. Поехали! Поехали! Мы доехали до начала туристического маршрута к Большому каньону. И в прошлом видео я рассказывал, как именно сюда добраться. Но снимать мы начнем не отсюда. А сейчас мы дойдем к месту, где закончили прошлое путешествие на турстоянке Башдере. И уже оттуда пойдем назад поверху каньона и все будем вам показывать и рассказывать. Мы дошли до того места, где закончился наш предыдущий ролик. Это возле стоянки Башдере. Но сейчас взобрались на гору Трапез для того, чтобы вам обзорно показать, где мы находимся, где мы ходили и куда мы, собственно говоря, пришли. Смотрите, каньон начинается с той стороны. Там высота скал максимальная. Мы шли по его дну каньона. Скалы постепенно уменьшались в своей высоте. И в том месте, где скал уже нет, а дорога поворачивает направо резко, видите сейчас это место? В 50 метрах приблизительно от того места находится турстоянка Башдере. Значит, от самой турстоянки мы шли по руслу реки. Мы свернули налево, попали на туристическую тропу и по ней пошли на подъем по правой стороне этого каньона. Тропа осенью плохо заметна, она вся засыпана листвой, поэтому ориентироваться нужно по красным маркерам на деревьях. Если следовать по ним, то вы не потеряетесь, дойдете до турстоянки Бойко. Мы сейчас не будем спускаться обратно к Башдере, а сейчас выйдем где-то на эту туристическую тропу. И дальше уже вместе продолжим недалеко от Бойко. И пойдем по верху каньона, посещая пятый утес, четвертый утес и в конце концов сторожевой. Все, мы уже спустились с горы Трапез и вернулись обратно на тропу, которая ведет к турстоянке Бойко. Посмотрите, здесь тем, что листья опали, тропу полностью засыпали и не видно, куда идти. Исследовать нужно по вот таким указателям, это нового, скорее всего, образца, либо по вот таким. Если идти по тропе, помеченную вот такими вот метками, то выйдете прямо на турстоянку Бойко. И, кстати, рекомендую, если вы все-таки прошли и долгое время, метров 20-30, не видите ни одного указателя, лучше вернитесь назад к тому месту, где запомнили, что был этот маркер. И посмотрите, возможно, дорога в какой-то момент куда-то повернула. Когда тропа перейдет через ручей, это означает, что мы подошли к турстоянке Бойко. Мы, когда были здесь на прошлой неделе, на выходных, возвращались по этому маршруту вечером уже. И вот на вот этой вот пространстве мы видели 4 или 5 палаток. Люди жарились и шашлык, отдыхали. Но я, честно говоря, не знаю, можно ли здесь в действительности полить костры. Все-таки это заповедник. Мы уже вышли на Пятый Утес. Но прежде чем показать вам, какой отсюда открывается вид на Большой каньон, мы покажем очень одно интересное место. Многие знают, что в Крыму есть несколько энергетически сильных мест, которые ценят эзотерики, используют там в своих практиках, я не знаю, или подпитывают они энергию. Самое сильное место, безусловно, является гора Ильяская. Мы там были. Ролик называется «Храм Солнца». Если не видели, посмотрите. Но и как оказалось, на массиве Бойко, возле Большого каньона, есть такое же энергетическое сильное место. Естественно, все это сотворила не природа. Но это интересно, ведь смотрится. А это в центре алтарь какой-то? Смотри, здесь какой-то лабиринтик, здесь какой-то лабиринт, здесь, смотри. Вот четвертый и в центре камушек. Это для жертвоприношений. Это как в ведьмаке. Да. Играйте в ведьмак. От места силы мы подошли к обрыву на Пятом Утесе. И теперь прекрасно видно ту тропу, по которой мы шли на прошлой неделе. Вы посмотрите, какая высота скал. Вот это поистине великий каньон. Мы сейчас были на Пятом Утесе. Вот его отсюда видно, какой вертикальный обрыв. И идем к коровьему гроту. И тропинка, она достаточно узкая, сыпучая. Думаю, что во время дождей здесь не так уж и безопасно. Мы подошли к коровьему гроту. Я в интернете искал информацию, почему он так называется. Ну и нашел, будто бы раньше здесь пастухи прятали свое стадо во времена непогоды. Но когда суда внутрь зашли, я, честно говоря, расстроился. Размеры очень маленькие тут. Ну, десяток коров поместится. И то мне кажется, их еще надо запихивать и держать их. Ну, реально маленькая. Хотя, когда с Пятого Утеса смотрели, тут все черное было. И казалось, что тут прям туннель. Тропинка От коровьего грота Тропинка выходит на следующую смотровую площадку на Четвертом Утесе. Отсюда также открывается просто потрясающий вид на этот большой каньон. А, эти деревья напомнили. У всех же есть бабушка, которая выращивает помидоры и огурцы. Вот летом я помню, приедешь к ней и прополоть, полить, травку повырывать, потому что не растет. Ну, вот как эти деревья растут прямо в скалах. Их никто не поливает, ни удобрения не кидает. Я понять не могу. Ну, реально, прямо в скалах. Мы сейчас на Четвертом Утесе. И я вам хочу сказать, как здесь идти и можно ли здесь пройти. Значит, смотрите. Место силы находится на Пятом Утесе. Вот этот Пятый Утес. За Олегом. От него идут две тропы. Одна через лес по верху, а вторая козними тропками вдоль утесов и обрывов, по которой мы и пойдем. Вышли вот сюда вот на Четвертый Утес и пойдем вот туда козними тропками. Видите, там будут еще смотровые площадки. И она в конце концов выведет нас обратно на основную туристическую тропу. Если вы считаете, что для вас это будет опасное путешествие, ходить по вот таким вот узким и сыпучим тропкам, то лучше посетите Пятый Утес. Посмотрите с него, зайдите обратно в лес. Через лес по основной тропе дойдете до перекрестка, который мы еще покажем, и выйдете на мыс, как это называется, мыс Сторожевой, Утес Сторожевой. Выйдите с него и еще одна большая смотровая площадка. Он, кстати, вот последний, этот Сторожевой. Ну а мы же пойдем по нижней тропе, может быть, что-нибудь интересное увидим и заснимем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Это нижняя тропа, она живописная, ну, честно говоря, короткая. Хотелось немножко дольше по ней пройти, потому что она поднимается уже в горку и сейчас, видимо, где-то соединиться с основной туристической тропой. Сейчас посмотрим. Мы спускаемся уже вниз и дошли до перекрестка на мыс Сторожевой. Я не знаю, как вам описать этот перекресток, здесь указателей никаких нет. Ну, можете запомнить, большая сосна, до половины обрубленные ветки и плющом поросшая. Можете запомнить, что есть два дерева. На первом дереве, видите, желтое, отметка. На втором дереве желтое и белокрасное сразу. Ну, не знаю, как-то так запомните. Ты сделай вокруг, чтобы показать на нем. Туда дорога вниз. А мы сворачиваем вот сюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы добрались до последней смотровой площадки на сегодня. Это мыс Сторожевой. С него открывается вид на начало каньона. Прямо под нами ванна молодости. Отсюда видно, как люди вот с левой стороны сначала этого маршрута идут до ванны молодости и возвращаются назад. По тропе дальше в сам каньон никого не видно. Ну, честно говоря, мы когда и были там на прошлой неделе, встретили группы 2-3, да? Одну. А 2-3 группы точно было. Это другое дело, что мы дошли, наверное, единственные до самого конца. Но люди были. И отсюда видно, что сам каньон действительно начинается от ванны молодости и идет дальше. Что касаемо самих маршрутов. Низ по низу каньона маршрут и опасный, и сложный. Однозначно не для детей и точно не для людей с плохой физической подготовкой. А маршрут по верху каньона, он сложный, но не опасный. Здесь много переходов, перепадов, вернее, высоты. Очень часто нужно идти в горку, потом с нее спускаться, потом обратно в горку. Но опасности нет. Упасть, грубо говоря, ну, кроме как со смотровых площадок, негде. Самое классное путешествие будет, если закольцевать этот маршрут, как мы это сделали. Сначала по низу каньона до турстоянки Баш-Дере. Затем с Баш-Дере подойти на турстоянку Бойко. И вдоль обрыва по правой стороне каньона дойти до мыса Сторожевого. Вернуться на основную туристическую тропу. И выйти прямо возле Голубого озера и уже в машине. Вот это путешествие будет 100% для вас очень запоминающимся. Но имейте в виду, времени нужно закладывать часов 5-6 на нижнюю дорогу и около 4 часов на верхнюю дорогу. Если справитесь за 10 часов до темноты, отличное будет путешествие. Респект и уважуха тогда. У нас, по крайней мере, не получилось. По темноте шли. Мы уже спустились и находимся возле Голубого озера. Если у вас появилось желание посетить большой каньон и посмотреть на него сверху, то для этого не обязательно проходить весь путь снизу и затем на Башдыре разворачиваться и идти обратно по верху. Для этого есть гораздо корочий путь. Метрах в 20 от поворота на Голубое озеро есть вот этот указатель. На нем написано «Бойко. 3,2 километра. Путь полтора часа». Поворачиваете здесь налево и идете по этой тропе. Она, кстати, промаркирована желтым цветом. Когда вы будете по ней идти, с правой стороны от вас будут тропинки, уходящие к уступам, откуда и открывается тот замечательный вид, который мы сегодня вам показывали. Но я вам рекомендую пройти этот путь до конца по основной тропе, до последнего утеса. А там будет большая поляна, и эта тропа как раз на нее и выходит. Отдохнуть в этом месте, а уже после этого пройти путь назад по тому пути, как сюда пришли мы. И подписывайся на канал «Крым удивляет». Пока! Пока! Подписывайся на канал «Крым удивляет». Пока! Ну, говори «пока!»